Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 22 января, и посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках. А перед началом небольшое объявление. Наш еженедельный формат вебинара мы переносим в формат стрима на нашем YouTube-канале, поэтому ссылка на него будет доступна под описанием к этому видео. А так, каждый понедельник в 19.30 мы с вами встречаемся и разбираем рынок уже более подробно с перспективами на текущую неделю. Ну а пока посмотрим, что у нас может ожидать в течение сегодняшнего дня. И начнем, как всегда, с пары евро-доллар. В пятницу евро-доллар смог закрепиться выше максимальной значения четверга, что в рамках часового таймфрейма у нас пока переводит в фазу роста, у нас боковик сохраняется, и ближайшие цели по восходящему движению – это уйти выше отметки 1.23 и далее уже пойти на 1.24. Возврат к продажам, а значит и продолжение снижения по данной паре мы будем рассматривать после преодоления минимальной значения, которую мы увидели в пятницу, на отметке 1.22.14. Если евро-доллар сможет закрепиться ниже этого уровня, то уже вероятно вновь снижение по данной паре с целями на 1.21 и вероятно цель на 1.19. Пара британский фунт и американский доллар на текущий момент продолжают свое восходящее движение. Следующие цели находятся уже на отметке 1.39.44, обновление максимальной значения, которую мы видели в пятницу, ну и далее уже движение на 1.40. Возврат к продажам, а значит и начало коррекционного нисходящего движения уже произойдет в том случае, если мы увидим закрепление ниже минимальной значения, которую мы видели в пятницу, на отметке 1.38.38. Пара американский доллар, канадский доллар в пятницу во второй половине торгового дня смогла закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели в четверг, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу роста, но боковик здесь также пока сохраняется. Перспективы по укреплению американского доллара по отношению к канадскому доллару сохраняются с целями движения на 1.25.16 максимум, который был в пятницу, и далее на 1.26.30. Возврат к продажам будем рассматривать после преодоления минимальной значения, которую мы видели в пятницу, на отметке 1.23.99. Пара американский доллар, японская иена в пятницу также смогла закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели в четверг. Это была отметка 110.70. И на текущий момент в рамках часового таймфрейма мы вновь вернулись к снижению американского доллара против японской иены с целями на 110.43 и далее уже на 108.70. Возврат к покупкам произойдет в том случае, если мы увидим закрепление выше максимальной значения пятницы, отметки 111.12. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция на снижение остается в приоритете. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Следующие цели находятся уже на отметке максимальной значения пятницы. Это уровень 80.37 и далее уже 81.17. Возврат к продажам будем рассматривать после преодоления минимальной значения пятницы, отметка 79.98. По паре еврофунт на текущий момент тенденция нисходящее сохраняется. Следующие цели находятся на отметке 87.45. Ну а возврат к покупкам уже будет актуален после преодоления максимальной значения, которую мы видели в пятницу и в четверг в области 88.44. Золото на текущий момент продолжает свое восходящее движение, которое у нас также начало формироваться в пятницу во второй половине торгового дня после преодоления максимальных значений четверга. На текущий момент следующая цель у нас это движение в область 1338 долларов за тройскую унцию, обновление максимальной значения пятницы, ну и далее уже движение на 1350. Продолжение снижения по золоту будем рассматривать в том случае, если увидим закрепление ниже уровня 1326, минимум который был зафиксирован в пятницу. Нефть марки Brent продолжает свое коррекционное нисходящее движение. Следующие цели находятся уже на отметке 68.23 и 67.14 цели по снижению. Рассматривать покупки, а значит и продолжение роста уже будем после преодоления максимальной значения, которую мы видели в пятницу на отметке 69.32. По индексу DAX тенденция к росту сохраняется. Следующие цели уже находятся на исторических максимумах по данному активу и в области 13600-13700. На текущий момент рост продолжается. Ближайший уровень сопротивления, прошу прощения, ближайший разворотный уровень можем рассматривать на минимуме, который был зафиксирован в пятницу на отметке 13242. Ну и биткоин в субботу ушел выше максимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, что в свою очередь нас возвращает на текущий момент к восстановительному движению по биткоину. Ну а значит и возобновление роста уже может быть впереди с целями движения на 12942. Максимальное значение, которое было зафиксировано 20 января. Ну и далее уже вновь к тем уровням, где биткоин был не так давно на 15000, на 18000 и соответственно на 20000. Рассматривать более глубокую коррекцию по биткоину мы будем в том случае, если увидим закрепление ниже минимальной значения, которое мы видели вчера в воскресенье отметка 11089. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что сегодняшний вебинар у нас пройдет в формате стрима на нашем YouTube-канале, как всегда в 19.30 по Москве. Ссылку на участие вы сможете найти под описанием к этому видео. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся на вебинаре.